Меня зовут Гриша, я работаю в компании Credit Tech. Мы занимаемся Machine Learning алгоритмами для Credit Scoring. У нас есть финансовые продукты, с помощью которых можно брать кредиты онлайн, с помощью которых можно платить онлайн. Я работаю с Java уже 7 лет. Я думаю, со временем у каждого разработчика приходит понимание того, какая предметная область или какие задачи ему наиболее интересны. В моем случае одной из таких задач является безопасность. И сегодня я хочу рассказать вам о безопасности микросервисной архитектуры. В чем ее особенности по сравнению с безопасностью распределенной архитектуры, монолитной архитектуры и как с этим жить дальше. Так, микросервисы. Я думаю, все, если не все, то практически все знакомы с этим подходом. Кто-то, возможно, использовал его в продакшене уже. Есть такие? Замечательно. Я очень рассчитываю на ваш фидбэк, услышать, какие у вас были проблемы, сталкивались ли вы с теми вопросами, с которыми сталкивался я. То есть буду рад, если вы будете активно задавать вопросы. Свой доклад в первую очередь я рассчитывал на тех людей, которые, возможно, только планируют переходить к этому подходу. О том, какие элементы безопасности следует предусмотреть при переходе к микросервисам. Потому что, как известно, наверное, безопасность – это не тот самый первый аспект, о котором думают большинство разработчиков, когда речь идет о новых технологиях. Но аспекты есть. Итак, с монолитной архитектурой у нас был веб-магазин. С микросервисами у нас веб-магазина нет, но зато есть ряд различных сервисов. При этом конечный пользователь в конечном итоге видит все равно веб-магазин. Но это микросервисная архитектура в двух словах. Я бы хотел рассмотреть аспекты микросервисной архитектуры, которые больше всего влияют на безопасность. Одним из них и самым основным – это компонентность через сервисы. То есть сервисы у нас организованы вокруг так называемых бизнес-капабилитис, языком domain-driven design, bounded context, доменов. Например, у нас есть каталог-сервис, который отвечает за отображение товара на сайте. Также у нас есть payment-сервис, который отвечает за возможность оплаты этих товаров. Итак, каталог у нас живет в своем домене. Он никак не взаимодействует на уровне кода с payment-сервисом. Они общаются только через четко задекларированный интерфейс. Они не шарят между собой код, они, возможно, или, скорее всего, разрабатываются разными командами, возможно, даже разными компаниями и отдельно деплоятся. Таким образом, микросервисы очень независимые. Это то, что мы о них и так знаем. Второй немаловажный аспект – это децентрализация данных. Если в монолитной архитектуре мы чаще всего выбираем одну базу данных, с ней работаем, складываем туда все, что у нас есть один монолитный компонент, то в микросервисной архитектуре популярна децентрализация данных. Так называемый polyglot-persistence подход, когда мы можем использовать в том числе разные технологии для хранения данных. К чему это я веду? Что это все значит для безопасности? То есть у нас есть децентрализация данных и изолированность микросервисов друг от друга. Таким образом, наш каталог-сервис является полностью изолированным от payment-сервиса. Например, если у нас появится уязвимость в каталог-сервисе, payment-данные при этом не утекут, потому что эти два сервиса никак не взаимодействуют между собой, по крайней мере, пока в текущей реализации. При этом, как известно, данные не одинаковые. У них разные требования, availability, performance, в том числе по безопасности. Что интересует в первую очередь плохих парней? Интересует то, что можно продать. Это, например, данные пользователей, их можно продать в Даркнете. Круто считается просто вложить данные на Postbin. При этом, что собой представляет каталог-сервис, это товары, которые публично доступны на сайте. То есть, в принципе, это не конфиденциальные данные. То есть потеря таких данных, она не ведет ни к компроментации системы. В то время как payment-сервис может содержать данные кредитных карт, токены PayPal и других систем, с помощью которых можно произвести оплату. Можно даже напрямую вытащить деньги, если получится. Таким образом, злоумышленник потенциально будет сосредоточен на тех сервисах, которые ему интересны, которые ему принесут какие-то дивиденды в виде репутации в Даркнете или финансовой выгоды. Таким образом, не все сервисы одинаково интересны злоумышленнику с точки зрения безопасности. И они несут не одинаковый риск для компании. Мы можем пользоваться этим подходом и изолировать такие данные, которые несут наибольший риск, в отдельные микросервисы. Я думаю, в каждой публичной системе есть такие данные, как логин и пароль пользователя. Хорошо, они достаточно конфиденциальные, значит, мы можем их выделить в отдельный микросервис, который будет отвечать, например, за логин, логаут, и только этот сервис будет работать с паролем пользователя. Другие сервисы никогда не увидят этот пароль. То есть, если будет уязвимость других сервисов, утекут другие данные, но не пароль. Конечно же, это не единственный подход, который стоит применять при разбиении системы на микросервисы. Есть много других. Нужно смотреть на transaction boundaries, нужно смотреть, как у нас будет дело обстоять с availability, с dependencies сервисов друг на друга. Но безопасность можно использовать как один из подходов при разбиении системы на микросервисы. При этом, если мы посмотрим на большую картинку, то когда у нас монолит, все данные валятся в одном компоненте, лежат в одном сторидже, одна уязвимость, все данные могут утечь. Микросервисы, данные изолированы. Есть в оптимальном случае несколько компонентов, которые работают с данными высокой конфиденциальности. За них мы должны беспокоиться в первую очередь. Есть другие сервисы, которые работают с менее конфиденциальными данными. И будут сервисы, которые можно сделать публичными. При этом у вас может сложиться мнение, с моих слов, что часть сервисов в принципе защищать никак не нужно. Они являются публичными. С одной стороны, это так. Мы не должны думать про конфиденциальность, но при этом у нас остается availability and integrity. То есть если кто-то может поменять цены наших товаров, это не круто. Если кто-то положит наш каталог сервис, это не круто. То есть про безопасность так называемых публичных сервисов думать нужно. Но, по крайней мере, не нужно думать про конфиденциальность. И это хорошо. Конечно, если бы я хотел разрекламировать этот подход, я бы, наверное, закончил свой доклад на этой точке. Но есть у микросервисов, конечно же, и недостатки для безопасности. Очевидно, из них у нас появляются интерфейсы, которые доступны другим. Как на уровне операционной системы, на уровне сети. То есть эти интерфейсы могут произвести к новым потенциальным атакам. Например, предположим, есть shopping cart сервис, который обрабатывает покупку. Допустим, ему нужно обращаться к каталог сервису, к payment сервису. И таким образом payment catalog service предоставляет свои дополнительные интерфейсы этому сервису. В монолитной архитектуре у нас все было в одном процессе, скорее всего, и не было этих интерфейсов. При этом, если мы оставим все как есть, просто сделаем систему из монолитной распределенной, появится так называемый missing access control. Это когда, если у нас есть доступ к сети, каким-то образом, легальным, не очень легальным, мы можем достучаться к любому интерфейсу. Таким образом, если злоумышленник каким-то образом попадает в сеть, ему доступно все. Это нехорошо. И решением является аутентификация, авторизация, забегая наперед. Но еще я хотел бы рассказать о понятии trust boundaries, которые определяют, собственно, нужна ли нам аутентификация, авторизация. Мне здесь нравится аналогия с паспортным контролем. То есть, когда мы пересекаем границу, мы предъявляем нашу identity, то есть нас идентифицируют. Дальше проверяют, что у нас паспорт валидный. То есть мы проходим аутентификацию. Дальше смотрят нашу цель визита и происходит авторизация. Нам либо разрешают доступ, либо запрещают доступ. И вот trust boundary как раз говорит, в каком моменте нужно делать аутентификацию авторизации. То есть это условная линия в нашей системе, проходя через которую запрос, сетевой пакет, должен пройти аутентификацию авторизации. То есть очевидно, есть одна большая trust boundary вокруг нашей системы, потому что мы ее контролируем. То есть все, что внутри наше, мы его любим, мы ему доверяем. И запросы извне проходят аутентификацию авторизации. Но есть также internal trust boundary. Опять-таки в примере shopping cart сервиса он вызывает payment service. Мы, наверное, не хотим, чтобы если у кого-то есть доступ к сети, он мог вот так вот сразу легко обратиться к payment service, произвести оплату или payout, то есть выдачу денег клиенту. То есть нам нужна еще одна internal trust boundary. В то время как каталог сервис, который является публичным, ну, тут спорный вопрос. Мы можем вводить еще одну trust boundary у него, а можем в принципе не вводить. Мы должны оценить все риски, уровень защищенности нашей инфраструктуры и принять комплексное решение. Теперь, то есть проходя trust boundary, нам надо провести аутентификацию, авторизацию. При этом инструмент зависит в первую очередь от механизма взаимодействия. То есть если это messaging, у нас есть middleware, производитель middleware уже за нас подумал, встроил, скорее всего, логин, пароль или сертификат, или токен. Мы используем механизм, который приходит нам от middleware. Дела обстоят гораздо интереснее, если микросервисы общаются напрямую без middleware, например, по HTTP. Тут у нас есть целое пространство вариантов, какой вариант выбрать. То есть можно использовать basic authentication, можно принести спецификацию OALS 2, можно использовать JSON Web Tokens. Но я хочу рассказать о TLS Client Certificates, который, на мой взгляд, является оптимальным решением для аутентификации, авторизации микросервисов. Итак, я думаю, наверняка каждый знает, что TLS — это совершенствованный SSL, протокол защиты транспортного уровня. Но я думаю, не все знают о том, что его можно использовать для аутентификации. Кто знал это до этого? Неплохо. Как это работает? Есть клиентский сертификат. Клиентский сертификат работает точно так же, как у нас работает паспорт. Это identity нашего сервиса. Его выдала валидная certificate authority, то есть мы можем проверить валидность, и в нем есть вся информация о клиенте. То есть при установлении TLS Handshake на этом этапе мы можем проверить данные этого сертификата, и есть режим, называется TLS CCA, Client Certificate Authentication. Это режим работы TLS, когда на Handshake мы как раз проверяем клиентский сертификат. При этом в нашей инфраструктуре может встречаться так называемый load balancer, то есть когда мы используем server-side load balancing, у нас может быть load balancer в виде прокси, через которого проходят запросы. Популярным решением будет вот на этом вот этапе оборвать TLS, провести trust boundary, и таким образом load balancer будет валидировать сертификаты. При этом какая здесь есть уязвимость, ее вот видно, что вот есть вот этот вот фрагмент за load balancer и сервисом. Вот зависит опять-таки от того, какие данные передаются, от того, насколько у нас защищенная инфраструктура. Мы можем считать это опасным и сдвинуть trust boundary. Таким образом нам придется протащить, например, TLS через режим работы load balancer SSL pass-through. Таким образом SSL доедет до нашего сервиса, и сертификат будет валидировать сервис. Опять-таки одного решения здесь нет. Нужно смотреть по конкретной системе, какой из двух вариантов нам необходим и подойдет. Собственно, что из себя представляет валидация сертификатов? Конечно, на Java Day было бы логично показать здесь Java код, но Java кода здесь нет, потому что все можно решить на уровне инфраструктуры. Например, инструментом Nginx всю аутентификацию может сделать Nginx. То есть мы здесь видим первая строчка у нас включает валидацию сертификата. Далее мы указываем, каким публичным ключом подписан наш сертификат. Это ключ, скорее всего, Certificate Authority, которая выдала сертификат клиенту. Ага, значит, окей, выдала Certificate Authority, которую мы знаем. Теперь мы можем доверять информации внутри сертификата. Можем получить так называемый Common Name и проверить, что окей, это действительно Shopping Card, которому мы доверяем. Также мы эту информацию можем вытащить уже и передать приложению, если нам нужна более хитрая авторизация. С ролями, с разграничением доступа на уровне метода, с Access Control List. Это все возможно. Почему же мы должны использовать именно TLS-сертификаты для решения этой задачи? Есть ряд основных преимуществ. Во-первых, то есть TLS – это протокол в том числе транспортного уровня. То есть если мы реализовываем TLS, реализовываем его правильно, с Short Lift сертификатами, которые мы часто меняем, автоматически ратируем, мы получаем автоматом два преимущества из коробки. Одно – это хорошая безопасность транспортного уровня. Второе – это хорошую аутентификацию. Второй момент – это то, что мы можем TLS-сом реализовать mutual authentication. То есть не только сервис будет проверять сертификат клиента, а и клиент будет проверять сертификат сервиса. Что он отправляет данные, возможно, конфиденциальные именно тому сервису, который является нашим легитимным сервисом. И последнее, пожалуй, преимущество, которое я бы выделил бы, это то, что мы можем реализовать эту схему на уровне конфигов, на уровне инфраструктуры. Таким образом, аутентификация между микросервисами не будет жить в коде. Мы меньше пишем кода, меньше вероятности, что мы допустим ошибку. То есть конфигурация, она более стандартизирована, чем то, что мы можем сделать на уровне кода. Меньше вероятность сделать ошибку, меньше вероятность получить уязвимость. То есть стоит стараться писать крутые вещи, реактивное программирование, streams, безопасность стоит все-таки брать из коробки и не реализовывать самому, если это возможно. Часто критикуют подход клиентских сертификатов тем, что сертификат это так сложно, его сложно автоматизировать. Так было до недавних пор. Теперь все по-новому. Есть много инструментов, которые нам облегчают эту задачу. Появилось, например, External Certificate Authority под названием Let's Encrypt. Главным ее преимуществом является то, что у нее есть RESTful API и есть протокол автоматического получения сертификатов от Third Party Certificate Authority. Такое было раньше далеко не у всех. Вторым преимуществом по значимости, на мой взгляд, является то, что этот сервис абсолютно бесплатный. У него есть спонсоры, например, AVH, Akamai, и он держится за счет спонсоров. То есть это бесплатный Third Party Certificate Authority, который Automation Friendly. И он уже вышел из паблик-бет, и не можно пользоваться. Второй инструмент – компания Netflix. Он помогает решить задачу, если, например, у нас есть какой-то workflow внутри компании, у нас есть Operation Team, у нас есть Development Team. Многим из них нужен доступ к продакшену для Daily Maintenance. У нас есть, допустим, Security Team, которая будет апрувить этот доступ. То есть выдавать сертификаты людям тоже можно, и есть инструмент, который с этим поможет разобраться. Еще один инструмент, который я бы выделил, это HashiCorp Vote. Кто знает компанию HashiCorp? Да, они делают много хороших вещей, например, Consul, Vagrant, в том числе есть инструмент Vote. Его основная задача – это хранение секретов, таких как пароли, сертификаты, но также он умеет работать в режиме Certificate Authority. Он умеет тоже выдавать сертификаты. То есть его мы можем использовать как наш Internal Certificate Authority для микросервисов. Хорошо. Мы поговорили про аутентификацию, авторизацию между микросервисами. Пожалуй, большинство людей интересуется в первую очередь аутентификацией пользователей. То есть если спросить разработчика, например, что такое безопасность, первое, что ему придет в голову, это аутентификация, авторизация пользователей. В микросервисной архитектуре тоже дела отличаются. То есть если раньше мы общались только с одним монолитом, теперь у нас есть несколько сервисов. При этом мы, если оставим вот все как есть, с сервисом придется работать и с идентификацией других сервисов, и с идентификацией пользователей, но придется привносить часто row-based access control, потому что не все, что доступно другим сервисам внутри системы, должно быть доступно пользователям. это достаточно сложно. Эту задачу упрощает паттерн API Gateway. Я думаю, многим знакомый. Это один тоненький сервис, через который проходят все запросы. То есть он у нас может делать как функцию аутентификации, авторизации на уровне URL, так и другие полезные вещи. То есть там унифицировать API, делать протокол translation, то есть у нас пользователям мы можем предоставлять REST интерфейс с JSON, внутри у нас может быть MQP, gRPC, thrift, whatever. Как он облегчает задачу авторизации аутентификации? Теперь к сервису обращаются только другие сервисы, одним из которых является API Gateway. То есть сервис не работает напрямую с аутентификацией, авторизацией пользователей. Это может сделать API Gateway, а сервис будет работать только с аутентификацией, авторизацией других сервисов. Это, на мой взгляд, упрощает дизайн и задачу. То есть какие плюсы этого подхода? Дизайн, в первую очередь, безопасности, становится проще. Можно делать session management. То есть, наверное, мы не хотим, чтобы пользователь вводил логин-пароль при каждом обращении к каждому сервису. Таким образом, если мы не введем API Gateway, сервису придется работать с сессией. И сервисов у нас много. И API Gateway может делать больше, чем security. Это только одна из его функций. Но есть также недостатки. То есть наш API Gateway, он такой, как маленький монолит. И мы встречаемся с похожими подходами, которые мы видели в монолитной. Например, кто будет изменять его, кто будет его поддерживать, будет ли у команды, которая отвечает за сервис, доступ на изменения API Gateway. Второй проблемой является это то, что он не может полноценно сделать авторизацию. То есть, например, у нас есть история покупок. Мы хотим получить информацию по покупке, у которой есть ID. То есть API Gateway не знает, кому принадлежит эта покупка. Эта информация живет в самом сервисе. То есть авторизация, все-таки логика, это будет попадать на уровень сервисов. И в API Gateway мы можем только реализовать это на уровне URL. Или же он будет становиться все толще и толще, обрастая знаниями о других сервисах. Хорошо. Мы рассмотрели достаточно такую объемную тему аутентификации авторизации внутри системы, аутентификации авторизации пользователей. Сейчас я планирую перейти к другой теме, которая не связана с предыдущей. И хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы по аутентификации авторизации. Пожалуйста. Да. Та информация, которую я знаю, это overhead на транспорт от TLS порядка 5%. То есть я лично не замерял, это та информация, которую я владею. Также, например, в HTTP 2 TLS он есть по умолчанию. То есть нам все равно придется его включить. Проверка сертификата, она происходит только на этапе TLS Handshake. То есть она не происходит с передачей каждого пакета. У нас происходит TLS Handshake, образовывается TLS сессия, и сертификат во время сессии дальше не проверяется. Ну и после внедрения такого подхода мы как бы деградации и в перформансе у себя не заметили. Еще вопросы? Безопасность. Тема тонкая. И есть подход Open Design. Как бы мы не полагаемся на то, что информация о системе является скрытой, но есть также понятие Fingerprinting. То есть чем больше я рассказываю о внутренностях системы, тем больше я доступна злоумышленнику. Эту задачу можно решить разными способами. Можно это решить Nginx, можно это сделать на Tomcat и Jetty, но Tomcat и Jetty не сможет сделать вот эту проверку if на наличие common name в сертификате. Он сможет вытащить эту информацию и передать приложению. Да? Вполне возможно, если такую функцию предоставляет API Gateway, почему бы и нет. В моем понимании этот вариант будет сводиться к работе через middleware, например, как мы работаем с брокером. То есть как бы с брокером мы работаем тоже через одного посредника, но при этом все равно у нас есть consumer producer на стороне сервисов и как бы сервисы асинхронно общаются между собой, хоть непосредственно прямой сессии между ними и нет. Такой вариант, конечно, тоже возможно. Еще вопросы? Хорошо. Следующая проблема, с которой я увидел в микросервисной архитектуре, это уязвимость в зависимостях. Что такое зависимости? Это third party библиотеки и это execution platform, на которой мы выполняемся. То есть Java, например, или Node.js. Что такое уязвимость? Это баг в функционале безопасности. Как обстоит дела в монолите? Мы используем, например, Java. Мы используем наш любимый Spring Framework. Мы его любим. Мы подписываемся на Newsletter, состоим в mail-группах, ходим на конференцию, хотим как можно раньше обновиться на новую версию, стараемся поддерживать версию как можно новой. Также, например, если появляется какая-то большая уязвимость, мы можем об этом узнать, потому что мы активно отслеживаем комьюнити. Как может дело обстоять с микросервисным подходом? Мы можем использовать для каждого сервиса свой инструмент, который подходит для задачи. То есть мы не ограничиваемся Java, мы не ограничиваемся Spring Framework. Мы можем выбирать оптимальный инструмент для задачи, можем экспериментировать. При этом эксперименты не всегда успешны. То есть может быть такое, мы что-то попробовали, оно нам не подошло, другие микросервисы мы делаем по-другому. Про этот компонент немножко начинаем забывать. Мы уже не так активно хотим обновиться на новую версию, не так активно отслеживаем новости в комьюнити. Что может произойти? Может произойти, что в этом фреймворке появится уязвимость. Если есть уязвимость в библиотеке, которую мы используем, есть шанс, что теперь уязвимость есть в вашем приложении. Например, если JavaScript библиотека где-то в своей функции не escape it HTML, там, где она обещает это делать, то у вас в вашем приложении появляется возможность cross-site scripting. Вот как это работает. Решением будет проверять это данные автоматически. То есть компании публикуют информации о известных уязвимостях в их продуктах. То есть, например, компания Pivotal публикует уязвимости, известные в Spring framework. Если вы думаете, что это бывает крайне редко, то, например, вы можете видеть мой свежий скриншот, что в июле было 5 уязвимостей. Не все они, конечно же, напрямую аффектят приложение. Большинство уязвимостей на уровне библиотек они все-таки задевают редко используемые функции. Иначе их бы еще обнаружили на пререлизных версиях. Но в некоторых corner-кейсах это все-таки очень задевает ваше приложение. То есть, что можно сделать? Можно проверять эту информацию автоматически. Я думаю, многие знакомы, например, Maven Avast Dependency Check плагин. Кто-то использовал? Кто-то знает? Хорошо. Есть плагин, например, для Maven, который может проверять версии ваших зависимостей на наличие уязвимостей, которые известны в публичных базах данных. Maven работает только с Java. В микросервисах мы можем использовать разные технологии. Есть инструмент, например, Source Clear, который умеет работать с разными технологиями не только Java. То есть, мы можем прикрутить на наш Continuous Integration Pipeline шаг, на котором мы будем проверять, есть ли в наших сервисах и зависимостях уязвимости. Дальше мы смотрим, насколько нас это аффектит и соответствующим образом приоритизируем переход на новую версию. Кто использует Docker контейнеры? То же самое можно делать с Docker имиджами. То есть, можно сканировать layer за layer и находить вязвимости на уровне контейнера. Операционные системы работают все точно так же. Следующая актуальная тема для микросервисов это хранение так называемых секретов. Что такое секреты? Это пароли, сертификаты, все то, что мы не хотим никому говорить и никому показывать. И не хотим хранить, допустим, в открытом виде. Это те кусочки информации, которые нужны, чтобы микросервисов общаться с друг другом, общаться с другими сервисами. Почему эта тема актуальна именно для микросервисного подхода? Потому что микросервисы общаются с друг другом и картина выглядит примерно вот так. И чем больше сервисов мы используем, тем больше у нас появляется sensitive information, credential, лав, токенов. Используем две базы данных, два пароля от базы данных. То есть микросервисным подходом растет количество application secrets и менеджить их правильно, так чтобы не скомпроментировать, становится все сложнее. Кто слышал D12 Factor App рекомендации? Это набор рекомендаций команды Heroku о том, как разрабатывать приложения, которые должны работать на platform as a service. Там есть 12 полезных рекомендаций, они не относятся к безопасности напрямую, они построению дизайна и архитектуры. Одним из рекомендаций является о том, как мы должны хранить configuration. И они говорят, что мы не должны хранить ее в коде. И наши application secrets естественным образом относятся к configuration. И они говорят, хорошо, если мы можем прямо сейчас сделать наш код available на GitHub, значит, у меня нету application secrets. Если не можем, значит, вероятно, они там есть. То есть это такой тест проверки, можем ли мы сейчас сказать, что в нашем коде нету application secrets. После того, как мы убедились, что их там нету, можно сделать проверку, что они там не появятся завтра. Есть, например, утилита git secrets от Amazon. Ее можно прикрутить в виде git commit hook и она не позволит нам даже закоммитить application secrets в репозиторий. Она будет проверять commit message, она будет проверять сами файлы. То есть магии там никакой нет, она работает на основе regex. Regex можно часто обойти, но тем не менее это лучше, чем ничего. Это будет проверка и тест, который мы тоже можем поставить в continuous integration pipeline. Хорошо. То есть хранить секреты в коде плохо, где же их хранить хорошо? На каждую проблему, если это действительно проблема не новая и действительно проблема, есть готовое решение. То есть есть целый ряд software, который называется secret management software. Есть инженер в компании Facebook, Steve Weiss, он собирает такие решения по безопасности, по криптографии, добавляет на свою страничку, которую вы можете видеть по ссылке ниже. то есть вот есть список, примерно который он выбрал secret management software. Заметьте, здесь есть Vault, например, от HashCorp, достаточно неплохой инструмент. Почему стоит смотреть на специализированный software? Есть база данных, есть файлы. Основные преимущества и функции, которые он может выполнять. Первое. Мы можем хранить секреты encrypted. Все знают, что плохо хранить пароли в открытом виде. Можно сделать аудит доступа ко всем данным. То есть не только изменения, но и чтения. Это помогает расследовать инциденты информационной безопасности, когда мы можем посмотреть четко лог на все абсолютные операции. Мы можем также их автоматически менять. То есть зачем менять автоматически? Допустим, у нас утек пароли от базы данных, но при этом наша база данных доступна только внутри сети. И мы не знаем, что утек пароли от базы данных. Теперь у злоумышленника он есть, и он будет пытаться всеми силами попасть в сеть, чтобы доступиться к базе данных. Ратируя Application Secrets автоматически и периодически, мы уменьшаем эту вероятность, у него остается все меньше и меньше времени на то, чтобы проникнуть к нам теперь в сеть. И также можно сделать Fine-Grained Access Control. Что это такое? То есть в идеальном мире этот Application Secrets должен быть доступен только самому Application и никому из людей, потому что людям он не нужен. То есть у работников там Operation Team Development у них есть свои credentials, которыми они могут в случае необходимости доступиться. У приложений есть свои credentials, мы не шарим credentials. На этом основывается идентификация. То есть нам по-хорошему нужен тонкий такой доступ, мы только нашему приложению разрешаем обратиться и получить этот secret. А, например, его изменить и добавить может только Deployment Agent на этапе деплоя. Но в реальном мире мы не можем сразу так точно автоматизировать полностью управление секретами. То есть у нас, например, могут быть секрет, которые мы можем автоматически генерировать и они будут доступны так называемый Deployment Agent и будут те, которые мы еще пока будем подкладывать руками и планируем автоматизировать будущее. То есть нужен вот этот Fine-Grain Access Control, например. Пароль от базы мы пока не автоматизировали, мы его покажем только DBA. При этом если мы автоматизировали, покажем Deployment Agent. Это одна из функций. Как это работает? В том же 12-фактор Application есть рекомендация хранить и получать конфигурацию в виде Environment Variable. Environment Variable в чистом виде не выполняет те функции, которые выполняет Secret Storage. То есть там нету криптографии, нету тонкого Access Control. Что мы можем сделать? Мы можем взять маленькую утилиту или написать маленький скрипт, который будет доставать credentials из Secret Storage и предоставлять его приложению в виде Environment переменных. При этом не вложа сами переменные на диск, конфигурационный файл или в Environment переменные. То есть это может быть маленький скрипт, тут задача несложная, но есть, например, Open Source утилита Summon, которая это умеет делать из коробки и умеет подсовывать разные Secret Provider. Plugable несколько поддерживает, можно написать свое расширение. При этом Secret Provider он может быть как удаленный, централизированный, так и локально находиться на этой машине. Тут как бы с централизированным работать проще, то есть мы в одном месте меняем пароль, мы знаем, что мы его везде поменяли, но при этом у нас появляется Network Latency, availability concerns, то есть недоступен Secret Provider, мы не можем запустить наше приложение. Опять-таки стоит смотреть по конкретной системе и ее уровню рисков. Хорошо. Я рассказал про аутентификацию пользователей, аутентификацию, авторизацию между сервисами, рассказал, почему стоит проверять зависимость на наличие уязвимости и почему Application Secrets становится новой проблемой в микросервисной архитектуре. То есть это те проблемы, которые я выделяю на фоне, например, монолитной архитектуры и других видов распределенной архитектуры, актуальны именно для микросервисов. И мои выводы такие. То есть микросервисы изолированы друг от друга и они уменьшают риск. Но появляются новые челленджи. И эти челленджи требуют новых решений и автоматизации. У Мартин Фауллера есть замечательная статья «Micro Services Pre-Requisites». То есть микросервисы решают многие проблемы, но при этом для того, чтобы их использовать, нужно решить определенные инфраструктурные задачи. То есть у нас должен быть рабочий мониторинг, Continuous Integration Pipeline, DevOps культура. Я бы добавил в этот список автоматизация безопасности. Такие вещи, как проверка на уязвимость, Management Secrets, Rotation Secrets, Management Certificates. Спасибо. У кого есть какие-то вопросы? Да. Да. Вот тот инструмент, который я показывал Source Clear, он работает с SBT через хитрый трюк. Вы можете в SBT экспортировать зависимости в POM.xml. Но есть Scala Dependency Check плагин тоже. То есть MAM Dependency Check он есть для Scala. еще вопросы? UseM. Да. Подход, который я считаю оптимальный, это контейнер получит все Secrets, в том числе пароль от базы в виде Environment переменных. Ну это процесс извне, это зависит напрямую от инфраструктуры. Если у вас есть контейнер orchestration, Mesos или Kubernetes, это будут одни инструменты подходящие. Если у вас контейнеры запускаются на bare metal, это может быть другой инструмент. То есть здесь нет универсальной формулы. возможно, если после моей презентации вы мне расскажете подробнее, какой у вас юзкейс, я смогу вам что-то посоветовать. Есть еще вопросы? Хорошо, возьмем для примера пароль от базы. То есть мы, например, первым делом создаем нового пользователя, старого не удаляем. Таким образом старые предложения продолжают работать. При этом приложение за приложением, поскольку у нас есть connection пулин, наверное, самым простым решением будет просто рестарль. отменяем secret, делаем рестарт приложения, оно работает с новым паролем, ротация прошла успешно, мы можем заинвалидировать старый. Готового решения для Амазона именно чтобы делать ротацию, менять пароли я не нашел. Я думаю, оптимальным решением будет инструмент автоматизации инфраструктуры. То есть если у вас используется chef puppet, sold, ansible, можно делать это этими средствами. Хорошо, всем большое спасибо.